Ну давайте я так остановлюсь уже на осенней уборке, потому что весенне-летняя прошла. Это у нас там земляника из плодовых ягодок и уборка сенажа, заготовка сенажа была. Вот сейчас мы, конечно, готовимся к большой уборочной и уже, в принципе, она у нас уже началась. Здесь большая осенняя уборочная, мы уже убрали свеклу в столовую, причем нам с погодой повезло, свеклу мы в хорошую погоду убирали, как-то немного уже температура спала и сухо было. И урожай свекл в этом году замечательный, вот это, наверное, культура, которая нас порадует больше всех. Обычно у нас там урожайность была где-то 550, я считала, что это хорошо, и в среднем, если взять по области или по России, 550 центров с гектарой, это считается хороший урожай. И как-то у нас в последние годы мы на этой планке были 550-600 центров, но в этом году свеклу родилось хорошее, мало было недогона, вся практически стандартная, и урожайность у нас где-то по 900 центров. Вот это хорошо. Надеемся, что цена будет хорошей, и все затраты, которые мы потратили на ее выращивание, у нас окупятся. Следующая культура у нас была картофель, убрали. Ну, такой картофель, конечно, своим урожаем не очень порадовала, но его и не только у нас, его вообще нет. Там, где не было полива, а вон у нас без полива, у нас просто не хватает и техники для полива картофели. Все внимание уделяем овощам, в такой экстремальной жару надо держать, было овощи. Поэтому картофель практически у нас был без полива, где-то один раз мы прошлись, по нему полили, но это, в принципе, ни о чем. Особенно сильно на такую жару отреагировал сорт Роскарлетт. В общем, я очень люблю этот сорт. Это розовый картофель наш, очень вкусный. И он, конечно, дал поменьше урожая, Галла дала побольше. Но в среднем мы вышли где-то на 270 центеров. Конечно, если сейчас сказать кому-то где-то в область, скажут, да ладно, Зоя Иванович, это хороший урожай, успокойся. Но мы привыкли, чтобы у нас был 360, 370, 400, но, к сожалению, в этом году такого не получили. Но убрали. Картофель убрали, тоже погода была хорошая, мы все убрали. Слава Богу, заложили на хранение. Теперь у нас из овощных культур следующий будет морковь. Вот морковь. Такая капризная, да, мы из овощей. Моркови нужна влажность в воздухах высокая. Тогда морковь получается хорошая, она себя прекрасно чувствует. А вот на сухой воздух она реагирует очень плохо. Поэтому где морковь хорошую получается? Это Голландия, Англия. Это вот страна, где получают хорошую морковь. А у нас в этом году, вы понимаете, была экстремальная засуха. И она, хоть мы ее поливали, почву поливали, а влажности воздуха не было. Она вот как замерла, стояла. Я думаю, господи, ну что-то, что-то дорогая, ну что тебе еще не хватает? Конечно, она сказать не может, но мы понимали, что ей не хватает влажности воздуха. И потом, вот сейчас, когда пошли дожди, и это, в общем-то, отразилось положительно на моркови. Она сейчас стоит зелененькая, она еще вовсю растет. И поэтому мы дали ей возможность обычно порасти еще недели-две. Потому что обычно мы начинали убирать где-то 20 сентября. Сейчас мы начнем убирать где-то с 1 октября. На морковь выйдем морковь, потом капусты все. И морковь мы где-то должны собрать около 4 тысяч тонн. Капуста где-то 5-5,5 тысяч тонн. Надеюсь, что это плановые показатели, я надеюсь, что мы их выполним. Еще у нас сейчас, вот после дождей, мы, наверное, выйдем на заготовку кукурузного силоса. У нас 233 гектара кукурузного силоса. Это, в общем-то, немалая площадь. Вот, и кукуруза уже подошла. Скорее всего, мы уйдем на заготовку силоса. И надеемся, что мы план для своих животноводов выполним по производству силоса. Это где-то 5,5 тысяч тонн. И с плана уйдем, как я уже сказала, морковь и капуста. Надеюсь, что не будет сильных морозов, ничего, и сильных ливней в октябре. Может быть, запоздалая бабе лето будет. Надеюсь, что все уберем. Когда будет праздник урожая? Ну, праздник урожая у нас всегда это к концу октября. Потому что, когда празднуют день сельхозработника где-то в начале октября, как-то получается смешно. Все еще овощеводы, не только овощеводы, но и кормопроизводство. Это еще не закончено. И все еще в поле идет заготовка. Как-то праздновать урожай. Я всегда говорю, день сельхозработника надо перенести на ноябрь. И у нас так и получается. Где-то мы в ноябре. Ну, как мы празднуем? Вроде бы, как-то получается у нас там день рождения совхоза в ноябре. Если, когда получается юбилей на год, то мы празднуем. А так все подводим итоги. Все мы официально, скажем так, подведение токов. И праздник это урожая. День сельхозработника. Мы празднование объединили с празднованием Нового года. Вы это уже знаете. Все одновременно у нас происходит. Где можно уже все. Мы все отделались, все убрали, все технику поставили. На хранение, все проще. Как-то с свободными руками, с такой легкой душой. Уже можно попеть, и потанцевать, и погулять. И все. Это уже получается праздник. А в октябре нет, не получается. Потому что работаем без выходных. Каждый день, говорят, каждый день год кормят. И это правильно. Потому что говорят, а вы что, вы не можете взять, агрономы, вы не можете взять выходную. В частности, у меня спрашивают, вам что не дает? Да кто мне не дает? Сама не возьмешь. Потому что сегодня уберешь, завтра дождь или уже заморозки на носу. И, конечно, из плодовых культуры яблоки еще. У нас где-то в плане 350 тонн. Я думаю, мы их уберем. Да. Спасибо. 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 Спасибо.